Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. В этом видео речь пойдет о том, что конкретно мне мешало похудеть. Это будут 4 причины, которые я совершенно точно осознаю, вижу, идентифицирую сейчас, как человек, которому наконец-то удалось добиться потрясающего для своего возраста, для, опять же, того состояния социального. Я мама троих детей, родила троих детей. Веса, я считаю, это идеальный вес для меня, 53-54. Но могу сказать, что помимо этого веса я нахожусь в состоянии, когда мне очень и очень легко этот вес удерживать, я практически не прилагаю никаких усилий. В то время, как раньше, когда я весила 57-58, иногда даже 59, мне было крайне сложно вот эти цифры удерживать, что называется. Я прям-таки с боем держала границы. Но и самое главное, я никак не могла потерять эти заветные 3 килограмма, которые бы дали мне ну хотя бы 55 килограмм веса. Я могу сказать, что к 53-м я не стремилась, моей отметкой желанной были, как всегда 55 килограмм. Мне хотелось увидеть это, наконец-то, на весах. Но в итоге, когда я поменяла определенным способом свое питание, сейчас я об этом вам расскажу, то я, в общем-то, и без труда похудела, и самое главное, без труда удерживаю этот вес. Первое, на что я не обращала внимания, чему не придавало значения, это гликемический индекс продуктов. Скоро в рамках гречневого марафона, который сейчас проходит, я выпущу снова отдельное видео про гликемический индекс продуктов. Здесь скажу только, что гликемический индекс продуктов вы можете загуглить без любой сложности. Я не буду говорить, что вот эти продукты обладают высоким гликемическим индексом, а другие низким, потому что вы должны посмотреть, на что вы едите. Записать, возможно, составить список, просто подойти к компьютеру и посмотреть вот эти конкретно продукты, которые превалируют в вашем питании, каким гликемическим индексом обладают. В моем случае виноград, который я очень любила, бананы, которые я очень любила, я их еще делала все время в блендере вместе с молоком, рассказывала много раз, мне казалось, что такой коктейль – это просто идеальная смесь для того, чтобы, ну, наконец-то похудеть, и никак похудеть я не могла. И опять же была черешня, которую я ела просто-таки килограммами. Когда начинался сезон черешни, мне казалось, вот сейчас точно я похудею, я сделаю себе черешневую диету. И более того, мне, как человеку, который привык мало есть, в силу того, что я мама троих детей, покушать мне особо некогда себе приготовить уж тем более. Соответственно, я выходила вот на летний период, думая, что я точно похудею. И вот, например, два месяца с мая по началу августа я ела одну черешню, но никак я не худела, иногда умудрялась даже набрать вес. Вы также посмотрите на свое питание, возможно, вы явно увидите продукты, которые обладают очень высоким гликемическим индексом. Их нужно исключить. Здесь двух словах скажу, потому что отдельно этому видео посвящу. Гликемический индекс очень важен. Чем он ниже, тем лучше, потому что, когда индекс у продуктов высокий, наш организм реагирует на, получается, сахар в крови, будем говорить просто и понятно, и вырабатывает инсулин. А вот выработка инсулина, которая понижает сахар в крови, уровень сахара в крови, выработка инсулина препятствует тому, что мы расходуем свои собственные запасы. Это, кстати, может быть причины целлюлита у женщин, которые вроде бы худые, но при этом у них есть целлюлит. Они не имеют особого лишнего веса, как было со мной, потому что 3 кг, учитывая, опять же, что это были не 63, не 73, не 83, это были 60, точнее 58 кг, это эти 3 лишние килограмма не являлись для меня каким-то критичным лишним весом. Но даже при таком некритичном лишнем весе у женщины может быть явный целлюлит, выраженный целлюлит, потому что подкожно-жировая клетчатка, она, в общем-то, там находится статично, и организм не может из нее расходовать ни что, что может и должен расходовать, потому что мы едим продукты с высоким гликемическим индексом. Вторая причина, которая мешала мне похудеть, это мои порции. Я уже рассказывала в одном из подобных видео, что когда я переходила так называемое здоровое питание, и вот случай с черешней, это очень показательный случай, потому что я не ела 10 черешенек, я даже 20 черешенек не ела, я ела 10 кг черешни, я не преувеличиваю, за какие-нибудь 2 дня я могла съесть. И могу сказать, что порция это очень-очень важно, даже когда мы едим просто салат, тазик салата, это большая разница между тазиком салата и, скажем так, чашкой салата, а между чашкой салата и тарелочкой салата тоже есть большая разница. Поэтому даже если вы выходите на так называемое здоровое питание, в моем случае это была термически обработанная клетчатка, я любила себя на сковородочке там натушить, нажарить немножко, конечно, чтобы было вкуснее, и была уверена, что на этом я похудею. Никак я не худела ни на тушеных, ни на слегка обжаренных, так называемая пассеровка овощах, а точнее, ну да, овощах. Да и фрукты, кстати, тоже так можно делать, например, яблоки плюс груши, вот такой классный десерт получается. Никак я не худела, потому что я ела это все в огромных порциях, я любила положить себе, не стесняясь, сесть перед телевизором и, в общем-то, давая на свое здоровое питание налегать. Поэтому порция – это очень-очень важно. Есть другая крайность, и я через нее тоже проходила. Это маленькие порции, но очень неполезные продукты. Я, например, думала, что я съем шоколадку, желательно на ночь, рассказывать, я даже фантики прятала, и ничего в моей фигуре не будет. Ну, действительно, в моей фигуре, в общем-то, ничего не было. Так, правда, я прибавляла какие-нибудь 200 грамм из месяца в месяц, 200 грамм из месяца в месяц, которые потом и выливали сначала в 56, потом в 57, 58, 59 иногда килограмм. А я, кстати, записывала видео в начале своего канала, где я начала записать видео 1 декабря, первое видео записала и выложила. А после Нового года, соответственно, через месяц мой вес составил почти 63 килограмма, потому что прошли новогодние праздники, и я, по всей видимости, себе ни в чем не отказывала. Тогда я первый раз решила похудеть, и многих своих зрителей, которых тогда было, ну, примерно 100 человек на моем канале, я позвала тоже похудеть вместе со мной. Поэтому, да, порция – это важно, но также важно то, что мы едим. Не удастся похудеть на жареной картошечке, даже если мы едим всего лишь, ну, не знаю, чайную тарелочку этой жареной картошечки. К сожалению, придется свыкнуться с мыслью, если мы хотим не просто похудеть, айсовый вес поддерживать в нужной для нас норме, придется принять тот простой факт и ту простую мысль, что характер питания, то, что мы едим – это очень-очень важно. Не удастся, поглощая маленькими порциями, скажем так, нездоровую еду, ту же самую еду с высоким гликемическим индексом, никогда не удастся похудеть. Но еще одна ошибка, которая мешала мне похудеть – это чистота приема пищи. Я думала, что если я буду есть здоровую еду, например, морковку, и буду грызть ее, ну, практически постоянно, либо каждый час подходить на кухню, что-то себе отрезать, накладывать, это будет, конечно же, здоровая еда, то, в общем-то, это поможет мне похудеть, либо поможет мне не набирать будущий вес. Нет, могу сказать, что бы мы ни ели, чистота приема еды – это очень-очень важно. Я, конечно же, никого не призываю выходить на интервальное голодание, хотя я сама являюсь человеком, который интервальное голодание практикует. Более того, я много раз рассказывала, что к интервальному голоданию я пришла интуитивно, в силу того, что я стала матерью двоих маленьких детей и трое детей вообще в нашей семье, о которых нужно заботиться, но из себя у меня времени не хватало, и всегда у меня стоял выбор в душ сходить, либо себе что-то приготовить, я выбирала в душ сходить, либо просто отдохнуть, либо телевизор посмотреть. На тот момент я была человеком, который еще много и часто смотрел телевизор, потом я и от этой привычки, в общем-то, смогла избавиться, хотя я не считаю, что от этой привычки нужно избавляться, но мне просто в моей жизни это оказалось лишним. Так вот, чистота приема еды – тот же самый чаечек с одной печенечкой, либо морсик, либо, опять же, коктейли я себе мешала. Мне казалось, что это очень-очень важно и очень-очень хорошо. Но по факту все очень просто. Чем меньше мы едим, соответственно, чем реже мы едим, но в пределах, опять же, разумного, в пределах того, как вы себя чувствуете, ощущаете, что позволяет, либо не позволяет вам ваше состояние здоровья, это тоже очень-очень важно. Не удастся, постоянно находясь в процессе жевания, перекусов, находясь в процессе постоянного поедания чего-то, вы, скорее всего, и превысите норму калорий, которая вам необходима, но и самое главное – вы никогда не сможете развить в себе привычку. Есть мало просто потому, что вам именно столько еды нужно. Прекращать есть, когда вы перестаете чувствовать вкус еды, когда вы ощущаете, что чувство голода, в общем-то, вы утолили той едой, которую вы уже съели. Очень часто мы продолжаем есть в силу того, что вот мы взяли себе такой кусок. Опять же, вот это сидение перед телевизором, очень часто перед компьютером, опять же, это сидение со своими детьми, пока они, допустим, играют, а ты с печенькой и с чаечком. Ну, это может быть на самом деле не печенька, это может быть целая игруша, все что угодно это может быть, но мы очень часто заканчиваем ту еду просто потому, что мы ее уже взяли, мы ее себе в тарелку положили, мы в руке уже эту еду держим. Но если бы мы вообще не приступали к еде, либо научились бы чувствовать, опять же, это очень сложно сделать, если мы постоянно что-то перекусываем и жуем, если мы научимся откладывать нашу еду, не заканчивать ее просто потому, что мы уже насытились, просто потому, что мы уже есть не хотим, и вкус этой еды мы уже не чувствуем так, как это было, когда мы первый раз откусили ее, а не первый раз в жизни, конечно же, а вот сейчас в этот прием еды, если мы научимся вовремя останавливаться, то тогда вес не будет расти, и стрелка весов, скорее всего, будет упорно ползти вниз. Я желаю всем своим зрительницам, прежде всего, да и зрителям тоже, конечно же, кто это видео посмотрел, прежде всего быть здоровыми, таковыми себя ощущать. Быть в том или ином месте, это, безусловно, наш собственный выбор и прерогатива нашего собственного выбора, но очень часто мы должны понимать и помнить, что то, сколько мы весим, и тот вес, который отражается на весах, зачастую является индикатором и показателем нашего собственного здоровья. Вес не должен быть никогда слишком большим, но он никогда не должен быть слишком маленьким. Я на этом с вами прощаюсь, желаю всем чувствовать себя в своем весе комфортно, прежде всего, а если вам не комфортно, с легкостью от него избавиться, либо набрать. Увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока.